Дорогие друзья, привет! Это новый выпуск по Клэша Яль. Я на своем твинке нахожусь, и вы не представляете, что я сегодня увидел в магазине. Это просто идеальный сундук для моего твинка. Вы просто посмотрите на это. Вы просто посмотрите на сундук Фортуны, друзья. Голем, дракон, мега-миньон и зап. Вот если бы этот сундук, ну, примерно полмесяца или месяц назад мне, ну, не сундук, а вот этот дроп в сундуке выпал бы, я бы просто охренел, я не знаю. Ну, это реально все карты, которые находятся у меня в колоде. К сожалению, у меня зап и голем уже максимального уровня, поэтому карты будут уходить в золото. Но я вам хочу сказать, что это тоже классно, потому что золото мне здесь надо. У меня дефицит с золотом, поэтому я даже этому рад. Но, честно говоря, я удивлен, друзья. Это просто, это шикарно. Вы просто посмотрите, все карты из моей колоды. И, кстати, очень, кстати, идеальный сундук в плане того, что я буду сейчас открывать не только будут выпадать те карты, которые уже максимум, а еще и мега-миньон и дракон будут прокачиваться. То есть я ждал сундука, где выпадет мне хотя бы один эпик и одна рарка, то есть две карты, которые у меня не прокачены. Ну, и очень хотел, чтобы это был не темный принц, а дракончик. Вот. И вот мне повезло, дракончики, мега-миньон, будем сегодня, ребята, прокачивать их на восьмой уровень. Попытаюсь. Я думаю, с ракет гемом не хватит. Я думаю, что мы потратим около 20 тысяч. Ну и 20 тысяч останется на сборщик и на темного принца. И, впрочем, моя колода будет фул. Это мне все равно, даже вот с этой прокачкой не помешает взять 5200, но теперь еще будет проще. В общем, ставьте лайк свой, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Кстати, вот этот сундук, который вот здесь в пресс-предложении, ребята, я открыл в одном видосе за 100 рублей. Если вам интересно и вы не смотрели, как я это сделал, ссылку на видос оставлю в описании. 100 рублей всего лишь потратил и легендарный сундук короля получил. Короче, смотрите, ссылка в описании. Ну что, поехали. Надеюсь, что мы прокачаем карты до максимального уровня, такие как дракон и мега-миньон. Дракон зап. Выпал нам. И будет все у нас хорошо. 50 мега-миньонов. Шикарно, друзья, шикарно. Дракошка. Хорошо. Конечно, я хочу, чтобы больше падал дракон, нежели голем. Ну и голем тоже будет нормально, потому что это все золото. Это все бабки. Разряд. Так. Мега-миньон. Дракон. Мне интересно, сколько мы потратим гемов? Ну, даже если 40 лет придется потратить, я потрачу, потому что эти карты очень... Лего, 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 лего. Так. Легендарочка. Смотрим. Кладбище. Классно, классно. Поехали дальше. Легендарочки, конечно, будут падать. Я не знаю, какой шанс. По-моему, одна лего из 10 сундуков. Мега-миньон. И... Ой, Глем, блин. Первый раз не рад голему. Но, опять-таки, 8 тысяч золота. Ничего страшного. Так, поехали. Быстренько открываем. Мега-миньон. Потом хочу, возможно, если будет выпуск небольшим, если мы быстро прокачаем, хочу сходить в онлайн-каточку. Точнее, быстро насобираем. Прокачивать я в этом выпуске не буду. Карты прокачаю в следующих роликах. Опа, уже мега-миньон почти половина. И снова легендарочка. Дракончик. 100 из 200. Лего. Покажите мне лего. Призрак. Как королевский призрак. Кстати, напишите в комментариях, прямо сейчас вы играете королевским призракам. Нравится ли вам эта карта? Просто, как по мне, когда ее добавили, она была прям супер-пупер читерская. Сейчас ее все меньше и меньше встречаю на арене. И не знаю почему, но ей стали играть реже. Ну и там, по-моему, ее что-то пофиксили, не знаю. Элитная ва... Ой, а что ты такой сундук невезучий? Какие-то карты падают, которых нет у меня в наличии. Хотя, мега-миньон выпал, и это отлично. Уже 500 штук. Блин, голем. Что ж такое? Голем у меня фул, а он мне падает чаще, чем дракончик. Несправедливо. Зап. И дай дракона. Мега-миньон. Дракон. Е. Нет, не дракон. Голем снова. Ну, ничего, мы еще немного гемов потратили, поэтому я думаю, что в любом случае докачаем. Блин, сейчас рарка выпала. Да ты достал падать, голем. Ты вроде восьмого уровня, а падаешь чаще реально, чем те карты, которые у меня не прокачаны еще. Мега-миньон. Отлично, уже 600 карт. Дракон. Е-бой. Блин, еще много драконов. Слушайте, я не уверен. Не уверен, что хватит гемов на дракона. Но мега-миньона точно надо прокачать. Не знаю, почему именно. Да, еще не хватало фреза здесь мне. Ну, капец просто. Вот это мега-невезение. Уже 200 тысяч золота, кстати, у нас. Так. И. Да твою ж мать. Хватит мне големов давать. Я, конечно, эту карту люблю. Это моя одна из любимых карт в этой игре. Я, наконец-то, определился. Раньше я не мог ответить на этот вопрос. Сейчас я могу смело сказать, что голема-то одна из моих основных карт и одна из любимых. Так, дракончик выпал. Хорошо. И такой вот у нас приятный бонус. Бревнишка еще нам. Докидывает нам еще бревно. Так. Значит, 300 штук осталось с мега-миньонов. И я в шоке, сколько еще драконов, друзья. Да нет, мне кажется, не хватит мне. Блин, золот. Ой, гемов. Ну, я буду еще открывать. Буду открывать до 20 тысяч гемов, естественно. 10к еще готов потратить. А дальше посмотрим. Смотря, сколько будет не хватать. О, вот сейчас. Если вот так вот будет падать, вообще отлично будет. Прям шикарно. Вот 10к должно хватить. Приблизительно. Так. Мега-муха падает вообще без всяких там вопросов. Она однозначно будет 11 уровня у нас. И еще один дракон. Нормально. 130 карт. Вот 150, если набьем, до 25 тысяч гемов. То, значит, я буду однозначно открывать его до конца уже. Помните, когда... Что я фармил? Я не помню. Да, по-моему, уже голема и принца я фармил. Полностью все, по-моему, 40 гемов слил. Это было больно по карману в плане финансов. Но это было приятно по прокачке. Это было прям... Вообще, это космос было. Восьмой голем и восьмой обычный принц. Дракончик. Хорошо. Продолжаем. Пока что все хорошо. Мега-миньон надо... Летучка. Только сказал, что мега-миньон однозначно уже будет. Ну все, почти 150 карт. И у нас 26 тысяч. Да, все. Открываем до конца. Открываем до конца. Ставь лукас, если любишь открытие. Так. Дракон. Дракон. Угу. Тысячу мини... Тысячу... Тысячу мини-генераторов. Тысячу... Я просто не успеваю комментировать. Тысячу золота 800. Тысячу восемьсот золота. Мини-генераторы. Так. Боевого тарана это не мега-миньон. Поэтому, блин... Да хоть и чё я парюсь. Мне осталось тут 47... 37. Да? Да, 37. Так. Это один раз мега-миньону выпасть. Вот сейчас, смотрите. Мега-миньон. Все. Мега-миньон. 11-й левел. Отличненько. Дракошка. Давайте. Надо дофармить дракошечку. Это прям вообще прям классно. Я вот хочу, чтобы 20 тысяч гемов осталось. Вот реально. Мега-муха уже в золото пошла. Так. Ну, неплохо. Золото подфармили. Вы видите, уже почти... Сколько там? Почти 300 тысяч. Класс. Охереть просто. Прям шикарный сундук. Отвечаю. Вот. Казалось бы, да. Эти карты уже фул. Они как бы мне не нужны. Но были бы какие-то другие карты. Это было бы хорошо. Да. Они прокачивались бы. Но в моем случае аккаунт принадлежит только одной колоде. И мне другие карты абсолютно не нужны. А вот то, которое карты уже фул мне падают, это в золото переводится. Золото никогда лишним не будет. Это прям шикарный сундук. Это идеальный сундук. Еще и леги фармятся. Это вообще прям прекрасно. Громовежец. Блин, мне бы грома на основу. Так. Осталось нам потратить 3000 золота. В целом, если... Сейчас с каждого сундука будет дропаться дракон. В целом должно все так, как я и планировал остаться. 20 тысяч гемов. Ну, может, плюс-минус там касай. Так. Мега-миньон. Пожалуйста, только не голем. Ес. Так. Отлично. Осталось два сундучка. Нет. Каких два? Блин. Или два? Нет, три. Ой, не три сундучка. Неправильно я выразился. Три дракончика еще раза выпасть. По 8 штук. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Просто три сундука-то откроем. Но, может, дракон не выпасть, поэтому... Так. Что нам? Блин. Жалко. Жалко. Приходится тратить больше. Ну, уже, понятное дело, останавливаться не будем. Потому что... Блин. Сколько... Открывали? Да ну ты че, издеваешься? Я, конечно, золоту рад, но не настолько же. Ну, капец. Поехали. Так. Разряд. Мега-миньон. И... Да. Что такое? Ну, золото, конечно, вообще шикарно фармится. Уже 348 тысяч. Разряд. Летучка. Дракон. Фух. Осталось. Фак. Еще два. Еще два раза. Блин. Ну, сейчас посмотрим. Если вот прям сейчас выпадет, может быть откроем сундук фортуны? Я не знаю. Да. Да. Смотрите. Сколько остается карт? Не. Сундук фортуны нету смысла. Потому что если бы оставалось две карты, окей. А так сундук фортуны не надо два раза выловить дракона. Поэтому проще вот здесь его выбить. Тут хоть золото я подфармлю. Да. Гемов трачу больше. Но золото фармится, друзья. Золото фармится. И это прям шикарно. Ну, мини-пека вообще не в кассу. Так. А тут-то у нас что? Тут-то у нас, короче, голем. Хе-хе. Тут-то. Здесь. Миньоны. Мега-миньон. И дракон. Все, пацаны. Дракон и лего. Просто. Вот последний сундук. Это идеальный сундук. Это идеальный сундук в конце. Все. Смотрите. Просто завершили. И на сдачу нам дают лего. Спарки. Ну, на сдачу. Если бы было нормальное лего. Мужики. Я хоть и потратил. А сколько я потратил? У меня было 40. Это минус 25. Минус. Да. 25 тысяч гемов. Да, я потратил? Да. Вроде да. 25 тысяч гемов хоть и потратил. Но, вы знаете, я доволен. Я подфармил почти 400 тысяч золота. Я нафармил мега-муху. Я нафармил дракона. Мне осталось сборщик. И осталось темного принца. Но тут спорный вопрос насчет темного принца и торнадо. Потому что эти карты... Не, темный принц однозначно нормальный. А вот торнадо, я вот думаю, заменить на фаербол. И вот пока я его не прокачиваю. Значит, друзья, если хотите выпуск, где прокачать дракошку и мега-миньона на максимальный уровень. И хотите, чтобы я взял как можно быстрее 5200 и побольше видосов на твинке. И, возможно, даже 5200 это не предел. Лайк, подписка и колокольчик. Все вот эти три обязательных условия. И я вас не заставлю ждать. На этом буду прощаться, друзья. Скоро увидимся. Приходите на мои стримы. Блин, вот сейчас мне захотелось поиграть. Вот сейчас у меня такой, знаете, проснулся интерес. Потому что когда уже поиграл с 8 големом с обычным принцем. Ну, такое, да, уже классно. Но хочется еще чего-то. Вот сейчас будет еще мощнее. Короче, подписываемся, ставим лайки. И я желаю всем удачи. Скоро увидимся. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok